Они не похожи на нас, они пугают и завораживают одновременно. Учащиеся этой школы не люди или уже не живые люди. Разные монстры собраны под одной крышей, чтобы научиться не только банальным школьным предметам, но и уживаться друг с другом. Стадо зомби, семейство оборотней, мумии, монстры буквально собранные по частям. Все это... Что это? Алло, я тут как бы видео пытаюсь снять. Ты что тут делаешь? Слушаю офигенную сказочную музыку, а что? Да ничего, я тут как бы обзор на полнометражку Монстр Хай пытаюсь снять, а ты мне тут со своими вот этими вот сказками Японии портишь мне мое годское видео. И вообще, песни Монстр Хай гораздо круче. Нет. Так, ладно, все, все равно все знают, что и Веряшки круче, и куклы, и персонажи, и сюжет, и марш... Чего? Так, все. Давай тогда в этом видео и решим, что же все-таки лучше, а мне тогда придется отложить свой обзор на полнометражку. Ну и ничего, как раз узнаем, стоит ли вообще тебе его выпускать. Ну да, ну да. Что ж, тогда всем жутких... Сказочных. Всем жутких кроликов. С вами Чаби и сказочная Оля с канала Уна Фата. Что означает? Устраивайтесь поудобнее. Берите чаечек и наливайте вкусняшки. Погнали. Быстренько, как оборотень, в лунную ночь пробежимся о создании наших гламурных монстряшек. Принцесска, тебе даже и не снилось, как они в далеком 2010-м крышесносно ворвались в индустрию кукол. После падения продаж на всеми известную Барби компания Мотел поняла, что им нужно придумать что-то монструозное и бомбическое, чтобы утереть нос гламурным братцам. Ой, поправочка, у них же нет носа. После попытки прижать к сырой земле этих большеголовых модниц с помощью кукол Майсин, дизайнер Гаррет Сандер создал первую базовую линейку монстров, запустив волну популярности и родительского бунта. Монстр Хай ворвались в индустрию, громко заявив о себе лозунгом «Будь собой, будь уникальный, будь монстром». После жестких нулевых, где существовали довольно небоди, позитивные стандарты красоты – розовые Барби и гламурный братц – монстряшки стали глотком свежего воздуха и новым веянием в кукольной индустрии. Персонажи – это дети известных монстров. В их поведении, именах, индивидуальных внешних особенностях и одежде так или иначе идет отсылка к разным нечистям и известным героям страшилок. Здесь встречаются монстры на любой вкус и цвет, как и типичные вампиры-оборотни-зомби-мумии, так и дети чертей из мифологии, например, сын Медузы Гаргона или дочка Купидона. Отчего из-за такого многообразия монстров большинство кукол обладает уникальным тоном кожи и скульптурой лица с разными дополнительными деталями, как плавники, клыки, волчьи уши, когти и так далее. На одних только куклах Мотел никак не мог сделать свою остановочку и, чтобы привлечь внимание к их жутким чадам, начал выпускать мультсериал, полнометражки в 3D, видеоигры, а также журналы, книги и другой мерч. Лор мультсериала строится во вселенной, где нечисти учатся уживаться вместе с людьми и друг с другом. Существует школа, где собраны монстры различного происхождения. Возможно, когда-то их предки враждовали, к примеру, вампиры и оборотни или монстры из морских и пресных вод. Но в этом учебном заведении будь добр-бобр увидеть в своем противнике из прошлого своего друга, понять, что все равны и все достойны уважения. Франшиза ломает шаблоны не только у нас в голове, но и в голове ее же персонажей. Так, например, вампиры и оборотни, враждующие многие тысячелетия, знатно офигевают с дружбой героинь Клодины Дракулауры. Разные культуры, ценности и происхождения не становятся помехой их тандему. Дракулаура! Главная битч из школы в любом другом мультсериале была бы врагом новичка-протагониста. Но здесь обе героини принимают особенности друг друга, что у кого-то может отрываться конечность, а у кого-то фараонское наследие с сестрой соперницы внутри семьи. А в третьем поколении там так вообще процветает крепкая женская дружба. Так, ладно. То, что делает нас особенными, объединяет нас. Принимай себя, не стесняйся быть не таким, как все, ведь это то, что делает тебя уникальным. Ведь офигенный же посыл, не так ли? Но пресловутым родителям, которые никак не переживали, что в их детстве было что-то подобное, начали массово жаловаться на бренд, выдумывая разные байки и никак не спрашивая, что же думают на самом деле о монстрах их дети. Играть в игру со смертью, не замечать ту самую грань, когда он сам становится жертвой своего неуравновешенного состояния. Для нашего мира это очень необычно. Ну, в нашей жизни такого не может происходить. Как репортеры говорят, что они страшные какие-то и там всякое такое. Но они же куклы, они безобидные. И после подобного бунта Маттел решили создать спин-офф про школу «Долго и счастливо», где главными персонажами стали дети известных уже сказочных персонажей, дабы угодить не только детям, но и назойливым родителям. Да, наконец-то наступили светлые времена, и на телах героиновых Чикуль появились круглые головы веряшек. Но не сказать, что это, конечно, пошло всем на пользу. Принцесс, не перебиваем? Отступница. Эвро Афтер Хай начали разрабатывать еще в 2012 году, и, как верно сказала моя многоуважаемая коллега, подразумевалось, как некое ответвление спин-офф монстру. Целевые аудитории также считались МХ лаверой, хотя со временем комьюнити начало жить слегка отдельной жизнью. Куклы разрабатывались целью не потерять потенциальную аудиторию из девочек 9-12 лет, кому МХ казались слишком стрёмными, или чьи мамы не хотели покупать девчуль в гробиках. Но, тем не менее, были бы рады заиметь кукол такого же формата в более сладкой обертке. И этот плавный переход из школы монстра в школу долга и счастлива был классно вписан в общее повествование франшиз через переход сей Кьюпит из одного измерения в другое. Намеки на это появились еще в отчетном календаре Монстрях за 2012 год, где Кьюпит сказала, что в новом году хотела бы помогать в делах любовных не только монстрях, но и другим существам по всему миру. А уже в августе 2013 года в эпизоде Ever After High совершила свой переход из одной школы в другую, попутно сменив свой готический образ на мармеладно-сказочный. В принципе, сторителлинг франшизы можно разделить на четыре составляющие. Мультсериал, книги, официальный сайт, который на данный момент уже недоступен, и профиль героев. Все эти источники составляют общую картину этой вселенной, хоть и имеют некоторые отличия, но, в принципе, если не придираться, именно по этим составляющим можно судить, чем является Ever After High. Итак, та самая школа Долго и Счастлива находится в альтернативном измерении, где герои сказок реальны, и их жизнь продолжается даже после Долго и Счастлива. Ха-ха, каламбур. Можно сказать, что внутри этого мира история постоянно должна идти по кругу. Потомки сказочных героев должны пережить ту же судьбу, что и их родители, таким образом пережив сказочную историю снова и снова и снова и снова. У меня, правда, всегда возникал вопрос. Если, например, у красавицы-чудовища появляется дочь, и она, очевидно, по этой концепции должна пережить историю красавицы, то что же тогда делать с линией чудовища? Когда выходит, что у каждой такой пары должно быть четко двое детей и обязательно мальчик и девочка. А следуя по лору этих сказок, там и Дэнсис, то недалеко. А если детей одного пола больше, чем один, то начинаются проблемы или отхождение от канона, как это, например, было с дочерьми Рапунцель. Короче, вся эта идея с прохождением сказки заново, мне кажется, изначально обречена на провал. Вот именно, что-то уж не очень работает логика у этой вселенной. Но в этом есть своя изюминка обо всем по порядку. Да, как вы понимаете, распланировать жизнь от рождения до смерти живого существа почти невозможно. И даже в идеальном мире сказки такое тоже может произойти. Сама школа Долго и Счастливо создана таким образом, чтобы ученики были максимально готовы прожить свою судьбу. От специальных курсов по типу принцессологии и черной магии до дизайнов их комнат, которые буквально кричат «Будь тем, кем ты рожден, а иначе ты?» Но даже в такой обстановке родилось разделение на наследников и отступников. Оказалось, что далеко не каждый ребенок сказочных родителей желает себе судьбу своих предков, особенно если они не хотят совершать зло и потом отсиживаться за это поужизнию. К такому выводу пришла Рейвен, чья судьба является самой центральной среди всех персонажей этой вселенной. Разумеется, с учетом бэкграунд этого проекта, созданного как антипод монстрахом, сразу понятно, что внешний вид персонажа играет очень важную роль. Да, но в отличие от МХ, чьи образы были построены на дерзости и вызову застарелым нормам, насколько длинная должна быть юбка и насколько высокими могут быть каблуки, Иверяшки подкупают внешне приятным, хоть и слегка экстравагантным видом, с миллионом деталей и тысячей отсылок в каждом сантиметре. Это особенно было приятно разглядывать на куколах, свое Applewhite я так и не распаковала за почти 10 лет. Но, увы, грустная судьба монстрях с постепенным скатыванием с вершины мода до детской песочницы застала Иверя. Только если с первым изменения произошли, в первую очередь, из-за критики со стороны родителей, то здесь этому скорее послужило желание сделать подешевле, из-за чего тела кукол стали менее подвижными, а костюмы все чаще молдированными и скучными. Ну и немножко наложились травмы от критики мамаш, которые хотели видеть в руках своих чат исключительно матрешек с улыбками на пол лица. Страшно, очень страшно. К сожалению, падение популярности этот бренд не выдержал и закрылся еще в 2018 году, хотя фанаты верят в возвращение Верях, как это произошло совсем недавно с Монстра Хай. В общем, нельзя сказать, что эта история с приятным концом, скорее с тяготеющим многоточием, скобочки С. Это типа цитата у меня. Моя цитата. Записывайте. Но лично я нахожу некоторые плюсы в том, что авторы успели остановиться до того, как история дошла до какого-то полного абсурда и закрыли проект, когда поняли, что зашли в тупик. Я даже не уверена, что могу сказать то же самое про Монстр Хай. Ну да, чуток скатились. Ну да, немножечко ушли от своей темной дерзкой концепции, но все равно нельзя не оценить тот вклад, который монстряшки внесли своими куклами, полнометражками и посылом. Но и обо всем этом поподробнее мы с тобой поручим еще в следующих пунктах. Звереныш, а тут-то что решаем? Что ж, как бы не было прискорбно признавать, но... Ладно, давай ничья. Это, собственно, то, чем изначально и покорили монстры весь мир. Но... Даю слово тебе, ягодка. Хочу, чтобы мои жгучие монстряшки потом перебили этот приторный вкус. Смотри, не обожгись там особо. Во вселенной Абрафтер Хай настоящее раздолье для жаждущих красоты. От повседневных нарядов до фестивальных здесь просто все пестрит деталями и отсылками на истории персонажей и на их характер. И сочетание соответствующих цветов в парочку узоров это просто минимум, что можно ожидать от этих девчуль и мальчуль. Конечно же, их базовые наряды кажутся наиболее интересными. Что-то мне подсказывает, что над ними работали усерднее всего. Давайте, например, рассмотрим образ Мэдди, дочери безумного шляпника. Ее суперобъемная прическа похожа на безумие, которое творится в ее голове. А сочетание цветов волос отсылает на цвет костюма ее отца. На самой макушке она носит чашечку чая, которая уже наклонилась слегка в сторону. Чайную тему продолжает сумочка в виде чайника. И мне всегда было интересно, есть ли в ней чай или это реально только сумка, а ложечки она носит на ушах в качестве сережек. Ее платье это идеальный наряд фарфоровой куколки самых влажных грез. Хотя я бы скорее сказала, что это очень нарядная рука для самовара. Белые колготки в головой горошек с обрамлением в виде туфель с золотыми вентилями напоминают узоры на чашках в антикварном серванте. Но, разумеется, ключевой деталью является шляпа, которая встречается фактически во всех сериях этой куклы. Кстати, ее мышонка зовут Эрол Грей, как, блин, реально существующий чай, с которым она, собственно, и чаевничает. Удивительно, что его самого не заварила. Наследница спящей красавицы это 100% глемгерл и инстачика. И да, между розовым и голубым она все же выбрала розовый. Ее тема это розы. Шипы колючего растения обвивают весь ее образ, как те заросли, что преградили дорогу прекрасному принцу в оригинальной сказке. В сессуарах розы, на рукавах розы, даже на очках розы. А еще поговорят, что один из ее браслетов может превратиться в подушку, на которой она может дремнуть в любой момент, как это часто и бывает. Хотя мне кажется, что для этого подошла бы ее сумочка. Ревен, как главная отступница, ну просто по умолчанию не может быть бейсик. Готические элементы переплетаются с классическими формами, а детали, выполненные в серебре, одновременно отсылают на значение ее фамилии Вора, который был правой рукой ее матери. Туфли буквально как кандалы, хотя выглядят очень стильно. И одновременно намекают мазотворническое будущее героини, ведь ей суждено присесть, если она пойдет по стопам своей матери. Особенно она классная в кукле, конечно же. Этот взгляд, эти эмоции забыть просто невозможно. Ну а что я могу сказать о своей любимке Apple White? Да я просто задолбалась делать ее костюм. Делала пять лет, выглядела один раз. Что за фигня? Там одни только узоры на юбке чего стоили, и то я их рисовала на компе. Лучше вручную, конечно. Я так считаю. А эти туфли... Как хорошо, что тогда я не понимала, как важны детали, потому что сейчас бы я чисто пять лет клепала бы свои бархатные тяги. Но чего отнять невозможно, они выглядят все просто легендарно. Они не просто часть своей истории, они прям вот и есть своя история, даже несмотря на то, что не всем нравится перспектива проживания своей сказки. Что там у твоих школьниц монструозных за прикиды? В каждом персонаже образ отсылает характеру монстряшки и к ее происхождению. Вместо типичных бальных нарядов у эверяшек, где их различить можно только по пасхалкам на одежде, монстры отличаются друг от друга наличию особенностей, таких как кошачьи или волчьи уши, рост, челюсть, шрамы, плавники, клыки, разные оттенки кожи, нитки и так далее. Возьмем, к примеру, главную шестерку персонажей. Всем большой привет! Я Фрэнки Штейн! Фрэнки Штейн, дочь Виктора Франкенштейна. Ее происхождение сразу читается в ее имени. Она монстр, сотканный и собранный из различных частей тела. Ее особенность нитки и электрический разряд, что отражается не только на ее одежде в виде молнии, цепей и металлических вставках, но и на всем теле. Конечности, то и дело готовы разлететься по швам, а из шеи торчат болты, заряженные на 200 тысяч вольт, создающие проблемы и Фрэнки, и окружающим, когда про этот факт забывают. Мои 200 тысяч вольт и водная стихия оказались несовместимы. От остальных Фрэнки также отличается высоким лбом, который также подчеркивает убранные назад передние пряди волос. Это есть и в куклах, и в полнометражках, и в мультсериале, а также высокий рост и черно-белый стиль, отсылающий в черно-белое кино к старым фильмам о Франкенштейне. Горячая модница Клодин воистину покорила рынок своими мехами, клыками и завораживающей смуглой кожей. С вами Клодин Вольф. Рада знакомству. Этой волчице уж точно не стоит переходить дорогу. Свои когатки она точит чаще, чем Оля сейчас закатывает глаза. Эээ! Она будто одна из участниц группы Pussycat Dolls. В ее очаровательных ушках с двух сторон вставлены кольца-сережки, а на шее красуется ремешок, будто ошейник. Но тут скорее она тебя нагнет, чем ты попытаешься ее подчинить. Майка будто расцарапана волком, а длинные волосы красиво вьются, обрамляя ее личико. Клодин в свое время вызвала споры, ведь какое может быть принятие себя, если она зациклена на том, чтобы постоянно сбривать свою излишнюю растительность? Вот-вот, и я хотела это добавить. Как-то рушится весь посыл мультфильма буквально вокруг персонажей. Но, слушай, а почему, собственно, она не может быть собой, изменяя что-то в себе для себя? Честно, не вижу плохого в том, что если Клодин что-то в себе не нравится, она спокойно может это исправить. В своих дневниках она часто упоминает такие проблемы, как блохи и чересчур сильная растительность, которая приносит ей дискомфорт. Из таких соображений мне, наоборот, нравится, что придерживаются обеих позиций. Позиции «принимай себя» и, если тебе что-то не нравится или причиняет дискомфорт, то ты спокойно можешь это изменить во благо себе. Не исключаю, что могу ошибаться и, возможно, даже создатели не вкладывали такой посыл, но я вижу для себя это так. А сейчас на ваших экранах вы видите моих потрясающих эксклюзивных кроляшей. Давайте вместе поблагодарим за поддержку моего канала. Спасибо вам, солнышке! Привет, я дочь графа Дракулы Дракулаура! Лучшая подружка бомбической волчицы, очаровательная вампирка-вегетарианка Дракулаура, приемная дочь того самого Дракула, в честь которого и была названа. Эта девчуля поражает всех своим милым, дружелюбным характером. Иногда ведет себя немного по-детски и ее поведение также отражается в ее внешнем виде. Образ Дракулауры напоминает стиль Лолиты, совмещенный с готикой. Этик ружево, воротник, корсет одновременно и умиляет и в то же время круто вписывается в эстетику монстра. На щечке у вампирши красуется розовая родинка в виде сердца, ведь она родилась 14 февраля и праздником любви этот день стал в честь нее. Дракулаура миниатюрная и выглядит самой безобидной из всех, однако к ее монстрячей силе нас отсылают острые белые клыки и заостренные ушки. Малышка не отражается в зеркале из-за своих вампирских сил, но подруги всегда готовы прийти на помощь и подправить ее очаровательный мейкап. С моей помощью эта встреча будет просто незабываема. Срази его на повал. Ну, или почти. Персонаж из отрывка выше королевы школы Клео Даниил. Я Клео Даниил. Может показаться откровенной бич и, собственно, ею и является. Но это не значит, что из-за этого мы ее меньше любим. Клео подобна мумии. Ноги и руки очень стильно обмотаны тканью. Золотые украшения и наличие у нее множественных артефактов отсылает также к египетским правителям. У Клео черные волосы с коричневыми и золотыми прядями. Стиль стрижки и макияж это в точности то, как изображают я поразительно прекрасно убедитесь в этом сами. Клео точно знает себе цену. Она вся усыпана драгоценными камнями и всегда изображается с высоко поднятой головой. Гулия – подружка на побегушках у фараонши, зомби и самая умная девочка в школе монстров. Среди всех, на первый взгляд, отличается своей осанкой. Кажется, что только такое положение ее позвоночника помогает ей не упасть и держать себя на ногах, ведь она оживленный труп. Образ Гулии, на первый взгляд, вроде бы примерной ученицы. Кем она, собственно, и является, будучи самой высокоинтеллектуальной в школе. Но и есть ощущение рокерского стиля. Яркий красный цвет, ремни и сетка. Не знаю, как вам, но я чувствую в ней сочетание гламурного и бунтарского. Тем самым, Гулия предстает не просто умненькой, хорошей девочкой, но и персонажем, знающим себе цену. И если какая-нибудь Клео в край оборзеет, то Гулия не станет это терпеть. Ну и, наконец, милашка-добряшка Лагуна Блю. Привет, я Лагуна Блю. Дочь морского чудовища. Несмотря на происхождение, она совесть всей команды и просто очаровательная булочка. Разве можно бояться этих округлых добрых глазок? Лагуна, как гласит ее фамилия Блю, которая в третьем поколении не совсем уместна, имеет голубой тон кожи, усыпанный веснушками. На ногах, руках и ушах расположены плавники. А ее убийственный стиль это чаще всего спортивная одежда. Ведь она плавчиха, ролерша, спортсменка, комсомолка. Короче, в этой девчуле отлично сочетается миловидная внешность и свободный спортивный стиль. И это только несколько основных персонажей. А сколько там еще интересных героев, которые отличаются друг от друга и завораживают своим видом, в отличие от Эверяшек. Она глухая? Ты глухая? Посмотри, блядь! Согласна, что у Эвер Афтер Хай прекрасные наряды и очень много мелких деталей в костюмах. Но они же, блин, все одинаковые, за исключением цвета глаз, волос и кожи. Их наряды в одном бальном стиле, когда у монстров кто-то одет в современный, кто-то в готический, спортивный или вообще в одежду своего народа. Это и дополнительные различия между ними создают большой контраст и интерес. Ну, да, тут монстры забирают бал. Поеба... Мультсериалы Герои Монстр Хай развиваются в отдельно отведенных коротких сериях и полнометражках, а дополнительную информацию можно узнать из дневничков, которые шли в комплект к куклам. Так, например, в полнометражке «От чего монстры влюбляются» идет развитие пары Дракулауры и Клода, а также они раскрываются и отдельно друг от друга. Самая романтичная история на свете! Мы узнаем, как Ула училась раньше, ведь, по сути, она старше всех на несколько столетий, очень любит романтику и, несмотря на ее любовь к пышным праздникам и дорогим подаркам, она больше ценит внимательность к мелочам и именно эта черта ей очень нравится в Клоде. Клод раскрывается как немного неуверенный в своих решениях, ведь постоянно советовался с подругами Ула насчет подарка, сомневаясь, что выбирает плохие. В полнометражке «Клыки против шерсти» раскрывается давняя вражда вампиров и оборотней и эта война полностью противоположна концепции школы монстров, где все, наоборот, учатся уживаться и уважать друг друга. Там же раскрываются отношения сестер Вульф и Даниил. На них не строится основной сюжет, но их взаимоотношения тонкой нитью протекают через полнометражки и сериал, давая нам большую информацию про персонажей. Клео, например, все пытается быть лучшей на первом месте в школе, когда дома ее постоянно сравнивают со старшей сестрой стервой Неферой. Какое они носили даже когда я ходила в школу! Семье Вульф наоборот. Клодин бесит лишь только когда Хаулин задерживает и трогает ее вещи. В остальном она наоборот заботится и старается опекать свою младшую сестренку. Но младшую Вульф наоборот бесит такой расклад, потому что считает, что в нее тупо не верят. Ви, а что, кто-то обидел? Хочешь, я разберусь? Зачем? Ну и опять же, я обожаю серии Сэби. Я сказала опять же, потому что у меня есть на канале ролик о первых двух полнометражках Монстер Хай. Ссылка вот тут. И там я в полной мере восхищаюсь этой снежной девочкой. Обожаю я тебя, обожаю. Где дочка снежного человека с каждой новой сценой с собой рассказывает какие-то не смешные для других монстров шутки, пытается быть эмпатом и стать хорошим другом. Я так старалась с ними подружиться. Может, мне не суждено завести здесь друзей? И у девушки получается, когда она рассказывает, что в их обычаях не принято обмениваться любезностями и много разговаривать, потому что очень холодно и нет в этом большого смысла, как привыкли другие монстры. Там, откуда я родом, дышать так тяжело, что мы не тратим силы на любезности. Как-то у тебя все очень сложно. Вот у моих все просто и понятно. Как я уже сказала, далеко не каждому ученику в школу и верях нравится предначертанная им судьба. История берет неожиданный поворот в момент, когда Рэйвен, дочь слой королевы, решает отречься от своей судьбы, чтобы прожить жизнь по-своему. Естественно, это не нравится Эппл Уайт, дочери Белоснежки, сказка которой очень сильно зависит от действий решений Рэйвен. Ведь именно она должна отравить ее, чтобы Ту спас прекрасный принц и увел ее в их совместное, долгое и счастливо. Это положение не нравится и директору Гримму, который считает, что все должно быть по канону. В то время как его брат скорее топит за отвлеченность новых историй. По ходу всей пьесы и отступники, и наследники приходят к выводу, что при всем общем желании их истории не смогут стать копиркой истории их родителей. И какой смысл сопротивляться желанию дочери злой королевы не пакостить другой сказочной героине, если в итоге даже поцелуй прекрасного принца не срабатывает? Поцелуй-то срабатывает, но только не от прекрасного принца. Несмотря на то, что персонажи Монстр Хай, дети известных монстров, все равно они также являются индивидуальностью и не всегда следуют стереотипам о монстрах. Та же Дракулаура, вегетарианка, Гулия, зомби, самая умная в школе. А любимая еда Лагуны Блю это суши? Вот это поворот! Вот же ж как неоднозначно-то. Вот в этом и есть причина, почему я люблю франшизу Мотел. Согласна, придумывать персонажей и наделять их интересной историей им отлично удается. Тогда ничья? Конечно же, мы не могли не обсудить самое главное. Монстр Хай подняли планку качества для индустрии кукол, множество шарниров, интересные разнообразные молды, бомбически отшитые наряды. И все это когда-то стоило, сравнивая с нашим сейчас временем, сущие копейки. Да, дорогая, тут я могу только позавидовать тем, кто успел себе отхватить этих красоток по полторашке в середине десятых. Я, кстати, тоже это сделала. Честно говоря, про листовые фотографии виряшки я даже не знала, что сказать. Все было настолько классно и вкусно, что тут можно только сказать шатапэнтэхваманя. Грустная линия началась с упрощения базовой линейки, когда коробки вместо открытой книги стали скорее напоминать их корешки, перестали быть такими просторными. А с упрощением коробки пришло и упрощение деталей в образах, ухудшение качества материалов и далее по списку. По моим субъективным ощущениям, пик кукольной серии в Раптер Хай и буйством сочетаний цветов в комбинации с черно-белой гаммой. Пожалуй, еще отмечу Way to Wonderland. Безумная коллекция с таким отвратительным подбором цветов, что это даже нравится. Из времен упрощенных бюджетных кукол, когда все скатывалось бездну отчаяния, я могу выделить, пожалуй, только Birthday Bowl, где девчонки появились в монохромных образах, многие даже сменили цвет волос буквально на противоположный их собственному. А еще куклы пахли какой-то вкусняшкой. Например, дочь-красавица-чудовище пахла сахарными печеньками, а дочь-пиноккио апельсиновой выпечкой. По-моему, это очень меленько. Надеюсь, они не воняли, как посылка из Китая. Да и тела в идеальных оверях тоже были разнообразны. От молдированных особенностей типа древесных узоров у Сидор Вуд до крыльев и миниатюрных кукол со своими строениями тел. А последние выпуски хочется просто забыть. Так что просто скажу спасибо, что остановились вовремя. И большое спасибо за базовых оверях первых серий, а они навсегда в сердечке. У эвиряшек хорошие куклы, красивые наряды, но, опять же, они же все одинаковые. Мне очень нравится, что у каждого монстра индивидуальные черты лица. У Эбби массивный подбородок, широкий нос и руки больше, чем у других героинь. У Гулии острые черты лица и подбородок тоньше остальных. Разные рисовки глаз. У Лагуны более округлые, у Клео вытянутые и более лисьи. У Фрэнки и Эбби менделевидные. Помимо индивидуальных отличительных черт у каждой монстряшки выходили разные офигительные коллекции. Например, коллекция Фрик Дю Шик, где героини примеряют на себя амплуа цирковых артистов. Серия вдохновлена темным цирком, который обычно показывают в фильмах ужасов. Персонажи воистину фриковые в хорошем смысле. Яркие, вдохновляющие, отлично держат свой монструозный стиль, при этом у каждой читается каким именно цирковым делом потом вышел полнометражный мультфильм «От чего монстры влюбляются?» покорил меня своими ужасающе красивыми нарядами. У монстров праздник Дракулауре исполняется 1600 лет и в честь этого устраивается вечеринка, на котором и засветятся красивые монстряшки. Фрэнки похожи на клетчатую хинкальку, не изменяясь своему черно-белому стилю. Мне особенно нравится эта прическа, которая я вообще не понимаю, как устроена. Дракулаура, как подобает имениннице, притягивает внимание своей пышной юбкой и яркими блестящими волосами. Она выглядит, будто готическая роза. А туфли напоминают шоколадные подтеки. И плюс доп. аксессуар в виде праздничного торта сразу намекают, кто тут виновник торжества. Холодин просто шугар-мамик. Она выглядит, как мами. В своем прекрасном брючном костюме. Элегантный пиджачок в сочетании с леопардовыми и фиолетовыми капри покоряют опять же своей приятной фриковостью, создавая запоминающийся нарядный образ. Ну и в пример еще назову последнюю коллекцию, которую я застала на полках магазинов, но по отсутствию тогда денег не смогла себе ее купить. Добро пожаловать на большой кошмарный риф. Большой барьерный риф или как на английском. Great starting a rift. Sorry, я не смогла это выговорить. Зацепил меня своими новыми персонажами, а именно близняшками Перри и Перл Серпентайн. У кукол две головы на одном теле, героиней дочери Гидры. Их тело словно змеиное, усыпанное чешуей, а на хвосте имеются яркие плавники. Вдохновляясь разными морскими существами, летучей рыбой, зеброй-крылаткой, электрическим угрем, рыбой-волком и так далее, в куклах интересно и стильно отобразили этих существ. А еще... Ой, подожди, ладно, стой. Согласна. У монстров действительно было больше коллекций, вошедших в историю фэшн-кукол, и они действительно значительно повлияли на мировые тренды в кукольной индустрии, так что окей, собирай свои ужасные баллы. Yes! О, это то, что в свое время излечило многие мои травмы и какие-то предубеждения о себе. Слоган «Будь собой, будь уникальным, будь монстром», которым пропитана франшиза, показывают, как важно принимать себя, свои корни и свои особенности. Многие врожденные вещи у персонажей причиняют им немало хлопот. Когда, например, Фрэнки постоянно разваливается, стоит сделать резкое движение, а Эбби переживает, что не такая общительная из-за особенностей своей культуры. Но герои разговаривают друг с другом, принимают и свои особенности и изюминки других персонажей. Все понимают, что никто не идеален, но при этом все индивидуальности. Прочитав историю каждого персонажа, неважно главного или второстепенного, проникаешься его особенностями и культурой. Каждый уникален, и эта идея необходима нам, когда вокруг все стремятся к невозможному идеалу и слиянию с обществом. Я очень люблю эту франшизу за продвижение таких идей. Хм, но ведь, по сути, мораль Авер Афтер Хай примерно такая же. Несмотря на всю сложность хитросплетений семейных, исторических уз героев этой франшизы, самая главная идея этой истории проста до невозможности. Каждый сам в ответе за свою судьбу. Даже твоя семья, обстоятельства твоей жизни не могут на 100% формировать тебя и ставить рамки на твоем пути. В любой момент та, кто должна была стать твоим злейшим врагом, ведь ее мать была врагом для твоей, окажется лучшей, добрейшей подругой. Принц может оказаться не тем, Кэм призван быть и спасение придет прожить свою историю, окажется теми еще манипуляторами, чье мнение на деле не играет никакой роли в твоих решениях. Быть правильной девчонкой удобно для всех, но порой нужно обратиться к себе и своим хотелкам, чтобы найти свой истинный путь. Сейчас заплачу, боже, как же знакомо. Ну что, с радостью твои страшилки победили. Знаешь, послушав то, как ты отзываешься об уверяшках и какой у них классный посыл, я поняла, что они тоже внесли важную лепту в индустрию кукол и мультфильмов. Они также стали фаворитами многих и, я думаю, вдохновили тысячи людей следовать своему пути. Поэтому пишите в комментарии, какая франшиза вам больше нравится, какая ближе и роднее, и тогда мы с Олей будем жить дружно и счастливо. А также не забывайте ставить нам лайки и подписываться на наши каналы, если вам нравятся наши совместные видео. Да, кстати, у нас еще один ролик совместный вышел на моем канале. Пожалуйста, переходите, смотрите «Файтинг лебедей». Решаем, кто лучше, Адетта или Адетта. Куда ты полетела-то? Ну куда ты? Все. Как вы думаете, кто за какую там? Да, давайте. Пишите в комментариях, И вы за кого? За Адетт или за Адетту? Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Роботы? Спасибо за просмотр. Давай. Мы эти железные няни смешариков. Я Текна, я робот. Все нормально. Работка, я не выражаю чувств. Она Адетт инсайд. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова